отец георгий спасибо вам за то что пригласили в эту пасху вот для меня было большим откровением я проповедовал несколько раз на разных богослужениях слово приближалась пасха иудейская я начал размышлять что это такое в чем смысл пасхи дошел до моисея сейчас последнее время очень много с последними событиями говорят что власть от бога надо слушаться надо почитать и вдруг я увидел давно уже не обращал внимание на это что вот власть египте от кого она была если самому богу пришлось вмешаться и увести свой народ из этого рабства насколько вот этот вопрос как бы вы его прокомментировали подчинение послушание властям насколько он должен быть бездумным у христианина ничего абсолютно не может быть без думным господь нам заповедал любить господа бога сможете повторить как всем сердцем всей душой всей душой всем разумением не так ли как же мы будем выключив голову любить господа всем разумением наш ваш вопрос я приходилось тоже неоднократно об этом думать говорить я не помню чтобы кто-то из апостолов сказал что мы должны любить что власть или властитель давайте разграничим эти два понятия да два термина никто никогда нам не сказал что всякий властитель от бога иначе гитлер от бога ленин от бога все злодеи которые были ну которые преследовали еврейский народ которые мечтали уничтожить и народ и его веру они что от бога власть то есть порядок и только это от бога а властители сплошь и рядом от дьявола не так ли да я согласен с вами но почему у нас народ тогда такой примитивный почему их вот так легко даже священники убеждают вот в обратном молчи закрой рот послушным будь простите опять же давайте вернемся фундамент нашей веры святое евангелие привели господа нашего иисуса христа к первосвященнику что то господь ему говорит один из слуг ударил господа как это ты разговариваешь с первосвященником то есть вот стоит господь и его оппонент первосвященник этот первосвященник по вашему правильно говорил правду говорил да нет конечно может понимаем когда повели господа к пилату опять же пилат был представителем власти эта власть была от бога пилат был от бога пилат судил господа нашего и послал его на смерть и первосвященник ну то ли анна то ли каяфа каифа тоже послали господа на смерть но этот слуга который ударил господа как ты говоришь с первосвященником мы сегодня точно так же должны говорить с любым иерархом с любым первосвященником независимо от того какое направление какую юрисдикцию мы имеем в виду староверы православные католики католики я думаю что все то что мы говорим я не знаю пользуетесь ли вы когда-нибудь термином священно начали я думаю этот термин который сейчас вошел в обиход так широко это антихристианский термин термин в церкви нет начальников и принципиально быть не может вы согласны с этим я согласен конечно все значит у нас нет начальников зачем господь наш умывал ноги апостолов он им наверное что-то хотел показать это действие было его проповедью его проповедь его проповедь никогда не имеет конца если он когда-то что-то сказал или сделал то это до нашего дня до сегодняшнего 26 апреля 2022 года это такая же истина как две тысячи лет назад не так ли но вот вы слово еще иерарх не отсюда ли идет иерархия вот это вот сверху это греческий греческий термин но я не знаю опять же если бы у нас была соборная церковь если бы наша церковь была соборная если бы действительно православные люди собирались на соборы то я думаю один из вопросов который следовало бы обсудить это вопрос о титулах я не знаю как их назвать великого господина отца нашего Кирилла святейшего патриарха московского и всея Руси и свято троицкие лавры священно архимандрита я бы все это сократил будь на то моя воля я бы предложил конечно сократить и поминали бы мы мне кажется только правящего архиерея почему любой без исключения любой епископ по учению православной церкви это апостол и апостол любого города равен полностью полностью равен апостолу епископу другого города не так ли то есть наш костромской епископ калужский епископ брянский епископ и московский епископ равны между собой между собой так же как равны были все апостолы я думаю что вполне достаточно можно помянуть патриарха епископа города москвы но я думаю вполне достаточно поминать по древней практике просто епископа того города в котором мы служим той области в которой мы служим мы служим по делегации нашего костромского митрополита то есть фактически епископа ферапонта ну вот скажите а зачем церковь взяла вот это деление ну скажем так которое было политическое до то время в римской империи на митрополии и вот знаете у меня вопрос который в последнее время очень сильно занимает из всех слов которыми можно было назвать церковь Христос взял слово экклесия или экклесия ну это такой общественно политический термин был для людей способных там голосовать выдвигать еще что то делать почему вот именно этот термин взял я знаете почему спрашиваю потому что очень многие все говорят церковь не лезть в политику но даже отделение вот на округа да вот на эти которые вы говорите костромская область еще какая оно все политическое господь говорит сози жду церковь мою во первых он не сказал церкви мои и наше представление что есть церковь католическая есть церковь православная славная есть церковь лютеранская я боюсь это заблуждение если бы опять мы вернемся к исходному если бы церковь наша была соборной какой она была первые века то главный вопрос который нужно рассмотреть сегодня это конечно церковь если мы читаем символ веры то символ веры я думаю у всех один апостольский когда веру его единого бога отца вседержителя расхождение скажем с теми кого мы называем католиками одно слово филиопы и от сына так вот первое нужно решить что такое церковь где границы церкви лютеране в церкви нет я думаю церковь а католики тоже а католиков перекрещивать нужно ну вы сейчас такие вопросы задаете я вроде староверы перекрещивают понимаете мы с вами здесь сидя не можем решить такие кардинальные вопросы догматические вопросы как вопрос о церкви но все-таки я глубоко убежден что церковь одна и любой христианин мой брат но повторяю беда отсутствие соборность беда отсутствие единства нашего попробуйте посчитать епископов православных епископов христианских епископов в Вашингтоне в Нью-Йорке в одном городе может быть только один епископ а их там добрый десяток и все епископы но это же насмешка над христианством это раздирание не швейного хитона господня ну это если вообще всю церковь взять католиков и протестантов всех и любых и расповеданий там тоже епископов очень много ну это уже сейчас не исправишь я все-таки знаете вернусь к своему вопросу почему все-таки церковь взяла вот именно политическое деление и разделила почему церковь взяла взяла не церковь то есть ей насадили это взяли люди ага люди которые назвали себя мы с Вами говорили священно началием да в нашем государстве церковь построена по принципу демократического централизма так как была построена коммунистическая партия советского союза ВКПБ КПСС так далее то есть наверху начальник как он там генеральный секретарь коммунистической партии при нем политбюро ну ну и дальше ЦК куда входят первые секретари обкомов в случае необходимости они собираются хотели там Хрущева выгнать выгнать а это там Фурцева что ли Екатерина собрала расширенный пленум и выгнали не Хрущева а его оппонента не кажется вам что у нас постоянно мы копируем эту коммунистическую партию которой якобы у нас сегодня нет это была да это была Продолжение следует...